здравствуйте дорогие радиослушатели и все кто смотрит на нашем а youtube канале в эфире программа политинформании ведущие эдуард брумер и геннадий пример сегодня мы беседуем с российским историком блогерам писателям радиоведущей заслуженной учительницей российской федерации тамарой эйдельман тамара натальона добрый вечер добрый вечер и большое вам спасибо за вот то время которое вы нам уделяете в столь позднее для вас время спасибо что позвали тамара натальона вот советское время отношения родителей к уроку истории как мне кажется потому что я сам учился в советское время было немножко такое бросовым то есть родителям говорили родители говорили своим детям что вы больше там математика налегайте на математику физику физику да вот эти точные науки а история вам жизни не пригодится тамара натальона почему очень важно историю изучать вы знаете на этот вопрос очень трудно ответить потому что у меня есть подруга которая на такие вопросы отвечает есть вопросы на которые отвечать безнравственно просто потому что как можно жить не зная истории я действительно этого не могу себе представить история дает нам базу дает нам представление о мире о том что было раньше о том что происходит сегодня история развивает мозги ничуть не хуже математики совершенно не обязательно становиться ученым историком но я не могу себе представить мир где люди не знают истории тамара на советской школе все-таки люди изучали как бы два предмета были очень важны все в три я бы сказал три математика литература и история по ним сдавали экзамены мы сами с братом дети учителя истории поэтому очень хорошо представляем это но вопрос в чем нобелевскую премию дают по физике химии физиологии литературе и экономики как вы считаете наука история это наука и почему не дают все-таки нобелевскую премию по истории ну вы знаете во первых я бы сказала так что нобелевская премия мира это в какой-то мере нобелевская премия по истории не по науке конечно как кому дают нобелевскую премию мира тем кто вершит историю тем кто совершил что-то что останется в истории так что все-таки какое-то отношение к нобелю история тоже имеет что касается науки это очень распространенный вопрос и обычно скажем там технари люди занимающиеся естественными науками очень любят объяснять что история не наука естественно история не наука в том смысле в каком наука биология в биологии можно поставить эксперимент и нужно поставить эксперимент причем он должен быть повторяющийся а если он у тебя один раз что-то сделал а потом у тебя ничего не получилось то все твоя теория провалилась она не подтверждена экспериментально в истории как мы знаем ставят эксперименты над нами еще как но они не повторяющиеся мы не можем в колбочки создать общество и все использует там испробовать но история это скажем дисциплина имеющие свои правила свои правила исследования анализа работы свои инструменты но только это не микроскоп и не телескоп а это способы работы с источниками способы их извлечение информации из них так что история конечно наука но только со своими особенностями это наука человеке об обществе тамара натальна вот в истории россии есть такие персонажи абсолютно интересные которым отношение менял зависит того кто находится у власти ну например а допустим а перовская желябов кибальчич очень романтическая история декабристов кстати очень классно описанная вашим папой натаном я причем эдельманом а я просто напоминаю для наших радиослушателей а он был историки один из лучших историй из очень важно до популяризатор истории то есть вот мы изучали этих людей людей и они для нас были героями до легенды а как сегодня вот часто говорится скрывается совсем другие документы и становится понятно что не все так просто да не так просто и от героизма это очень далеко как ним сейчас относиться этим персонажем знаете ну во первых мне кажется что нет никаких правил по которым можно сказать что вот к этим людям можно относиться так или и так в принципе вообще-то это естественно для истории что к одним и тем же людям к одним и тем же событиям в разных эпохах относится по-разному ну посмотрим на себя в обычной жизни мы тоже сегодня не такие какими были 50 лет назад и у нас очень многое изменилось в наших представления у любого человека много меняется и в обществе то же самое те кто были героями кажутся не совсем героями или совсем не героями другое дело если это нам навязывают сверху вот тогда это неправильно это фальшиво сегодня есть довольно большое количество историков и кстати и авторов учебников которые про декабристов пишут какие они подлецы потому что против царя батюшки пошли но это ну естественно такой такой взгляд имеет право на жизнь так же как и все остальные но в общем мне представляется что это очень узкий взгляд потому что он совершенно не учитывает огромное количество фактов огромное количество обстоятельств тогдашних потребностей российского общества и нравственных качеств декабристов и так далее тому подобное ну хотят так люди пожалуйста пусть так пишут что касается перовской желябова и так далее то конечно сегодня трудно восхищаться террористами это как-то немножко до сложновато но опять же вот чем интересна история что на самом деле если серьезно заниматься историей то в ней никогда нет только черного или только белого народовольцы совершили ужасная вещь ужасную там убийство александра второго это одна из страшных трагедий российской истории но при этом это не отрицает того что они действительно были благородными по-своему честными преданными своей идее и желавшими благо людьми которые пошли в ужасном неправильном направлении в этом весь интерес истории в этом ее глубина шекспировской трагедии если мы просто будем говорить вот они были уроды гады потому что царя убили история становится плоской история становится картонной тогда в ней нету тех глубоких смыслов которые в ней есть на самом деле вот когда одни хорошие люди идут и убивают царя который столько сделал хорошего хотя и плохого тоже много вот тут мы видим страшную невероятную противоречивость и сложность истории в этом ее интерес тамарма там я возвращаюсь к декабристам потом объясню почему потому что одной из моих самых любимых книг в юности даже не в детстве в юность была книга гессона во глубине сибирских руд и фильм владимира мотыля замечательная музыка исака шварц со стихами жабу джавы я вот у меня такой вопрос надо ли все таки к декабристам то что будем так все что я последнее время читаю о декабристах меня совсем противоположную даже не то что это разочаровывает а надо ли к ним относиться все-таки с точки зрения мифологизма или все-таки историческая правда важнее ну вы знаете опять же смотря что нас интересует историческая правда дело очень важное вопрос что это такое историческая правда есть некие факты до чтобы там 14 декабря 1825 года на сенатскую площадь вышли люди которые хотели там того то того то все остальное это наша интерпретация кто-то говорит что это были прекраснейшие благородные люди кто-то говорит что они были негодяи преступники вопрос том кто как это объясняет доказывает кто как это интерпретирует тут как раз мне кажется весь интерес в том чтобы сравнить разные идеи сравнить разные взгляды что касается мифов и декабристах это мне кажется тоже очень интересная вещь с точки зрения истории почему в течение скажем 19 века такое большое количество людей хотя понятно что декабристы официально осуждались почему для такого большого количества людей декабристы были кумирами двадцатый век вот так как папа мой очень много писала декабристов то я видела это вот просто своими глазами у нас дома или там вокруг нас какое невероятное количество людей молилась на декабристов я не могу забыть одну женщину к сожалению не помню как ее звали она была пенсионерка и по моему инженер она была из ленинграда и она выйдя на пенсию она объехала практически весь советский союз все те места которые были связаны с декабристами ну то есть там москва петербург украина там где южное общество было сибирь она сфотографировала все ну я там не берусь конечно сто процентов на невероятное количество мест связанных с декабристами их могилы дома где они жили их усадьбы еще что-то и дальше она с этим набором слайдов просто вот она выступала она вот выступала в музей пушкина скажем литературном москве и десятки людей приходили ее слушать им почему-то это было невероятно важно вот у папы моего была такая теория что декабристы привлекают ну с одной стороны это это было разрешенное что-то в советское время этим можно было заниматься и тебя не преследовали но можно было заниматься и большевиками да а вот история большевиков так сильно почему-то никого не увлекала декабристы всех привлекали своим бескорыстием и вот этого мне кажется никакие новые публикации у них не отнимут их бескорыстие их честность сколько бы у них не было ошибок сколько бы них не было там свар и ссор и проблем но вот это то что чисто по-человечески людей привлекает и мне кажется что это тоже материал для историка для социолога для изучения двадцатого века и девятнадцатого вот почему нам так интересный декабрист тамаран там на ну вот мы заговорили о декабристах но война 1812 года вытекает естественно то есть декабризм вытекает из войны 1812 года сейчас очень много людей талантливых достаточно людей пишут исторические труды о значит любые исторические труды этой касается и бориса акунина прекрасного писателя но я хотел бы спросить что вы думаете о евгении поносенкове известном искусствоведе это написал ну большой труд достаточно большой труд от еще восемьсот двенадцатом годе и как нему относиться как вот вы смотрите на это стоит ли это читать относиться серьезно или это ну измышление талантливого человека у меня ощущение что измышление честно говоря я небольшой специалист по евгению поносенкову и как-то идет он у меня вызывает большие сомнения вот больше не могу сказать потому что как-то давно уже и не слежу за его творчеством то есть можно 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 купить читать и делать собственные какие-то выводы можно купить что угодно но да можно но можно можно и поберечь свои денежки тамарин там за такой серьезный вопрос несет ли народ ответственность за те преступления которые совершают лидеры этого народа или вожди или ну пусть даже президенты и руководители вы понимаете в чем вопрос да о 20 они эти все это конечно это очень сложный вопрос и у меня нет одного ответа на этот вопрос мне кажется вот я не верю в коллективную ответственность в принципе я думаю что каждый из нас несет свою личную ответственность во-первых за наши личные поступки совершаем мы подлости или мы ведемся честно это первое второе если мы говорим о режиме на самом деле конечно первых впервые эта проблема очень остров стала после падения нацистского режима когда вот все стали они весь немецкий народ несет ответственность за гитлера вот он голоса кто-то голосовал огромное количество приветствовала его ну и так далее и и я думаю что вот есть ответственность каждого отдельного человека за кого он голосовал или не голосовал за кого он кого он приветствовал или не приветствовал тогда начинают говорить что если ты просто там сидел тихо не возражал то ты уже виноват я мне не нравится этот разговор потому что ну есть много людей которые живут честной и спокойной жизнью да нам больше нравятся герои которые совершают подвиги идут на амбразуры жертвуют собой но мы не можем требовать того чтобы все были героями понимаете вот сейчас в социальных сетях огромное количество людей которые значит осуждают вот этого белорусского мальчика который явно под пытками оговаривает себя и люди начинают говорить о том что ух какой он трус говорят люди сидящие перед своим компьютером как так можно кто знает кто из нас как бы себя повел это я приеду думаю что каждый отвечает перед своей совестью а вот эти все разговоры о том как в чем виноват весь народ это мне непонятно тамара на там вот есть такие уважаемые историки как я считаю с мировым именем карамзин соловьев костомаров как вы считаете это я считаю то есть почему я произношу эти именно эти три фамилии потому что именно они описали историю на мой взгляд россии очень интересно а кому из них как относиться имею ввиду кто из них более серьезно а кто из них просто популяризатор или достоверен более достоверен они все нет они все все три этих человека это серьезные историки это действительно это историки которые отвечают за свои слова которые не высасывают из пальца которые основывали свои работы на серьезном долгом глубоком изучении источников и опять же мы можем в чем то с ними не соглашаться карамзин писал двести лет назад с тех пор очень многое изменилось в чем то естественно с тех пор нашли какие-то новые вещи что-то могли подкорректировать но эти люди во первых все вот все три этих человека были абсолютно честны перед собой то есть они писали то во что они верили то как они подтверждали свои мысли конечно вот из этих троих я думаю что сейчас легче всего читать Костомарова Карамзин который был Карамзин был в начале 19 века представлялся легким чтением Пушкин писал что даже дамы бросились читать Карамзина когда вышла история государства российского и в течение всего 19 века это было такое интеллигентное чтение родители читали вслух детям сегодня все таки Карамзина читать тяжело ну просто уже язык изменился конечно изменился подход когда он всю историю делит просто по правителям которые управляли но это немножечко уже устаревший его можно читать это непросто Соловьев это великое произведение невероятно масштабное которое содержит какое-то фантастическое количество информации по российской истории вот если нужно найти что-то по российской истории с древнейших времен до 18 века надо идти к Соловьеву читать просто подряд Соловьева это очень тяжелый труд там действительно там такое количество информации которое просто вот заваливает тебя Костомаров из них наиболее легкий вот его история России в жизни описание важнейших деятелей это действительно вот и сейчас как мне кажется можно взять открыть и читать что не говорит о том что он хуже что он менее серьезный ну это просто вот такой несколько иной жанр но конечно все три заслуживают глубочайшего уважения тамара Антоновна мы знаем две самые яркие революции французская великая революция и октябрьская великая революция как вы вообще считаете революция это способ решения проблем общества ну мы знаем как они закончились да эти революции это в принципе кровь но скажем так последние последний шаг к решению каких-то проблем общества социальных социальных экономических любых ну понимаете вы сейчас говорите революция но вы имеете ввиду бунт вы имеете ввиду вооруженное восстание потому что революция это далеко не только взятие бастилии или там взятие зимнего выстрела в роры или что-то еще революция это огромное изменение во всем обществе и вот в нашей стране когда мы говорим революция действительно мы сразу думаем или про великую французскую с ее гильотиной кровью или про октябрьскую но вообще-то история знает очень большое количество мирных революций но к сожалению очень мало было революции когда совсем обходились без крови но вообще-то даже двадцатый кровавый двадцатый век знает изменения режима не просто вот там один правитель ушел другой пришел а когда вся жизнь менялась знает такие изменения практически бескровные была в Испании была в общем тоже революция хотя мы так это не называем когда демонтировали режим франка в Португалии революция гвоздик бархатные революции в Чехословакии в других социалистических странах Грузия есть примеры не кровавых революций есть примеры мирной борьбы поэтому и я верю в то что что такие революции возможны я не говорю что они возможны всегда к сожалению к сожалению история нам показывает что все не так просто но они возможны в истории есть личности которых мы однозначно окрасим вот одной краской допустим Адольф Гитлер мы четко говорим это со знаком минус на ваш взгляд как относиться к таким неоднозначным историческим личностям как Иван Грозный и Иосиф Сталин и Владимир Ленин ну вы знаете вообще вот как раз большая часть подавляющая большинство исторических личностей это те в которых можно найти хорошее и плохое в Гитлере ну наверное там тоже есть постараться написать роман то можно найти какие-то там черты но чего-то не хочется Гитлер для нас представляется таким абсолютным злом я могу сказать что для меня например Сталин это такое же абсолютное зло как Гитлер может быть даже в какой-то мере хуже Сталин это кровавый тиран убийца виновный в смертях миллионов людей в голоде в отставании нашей страны и все сегодняшние попытки реабилитировать Сталина мне представляются просто безнравственными опять же естественно что можно писать можно написать о нем как о человеке дочку любил сыновьями уже похуже как-то что-то можно найти но опять же что-то такое можно и про Гитлера написать но я не вижу смысла в этом что касается Иван Грозный опять же вот эти вот современные все попытки реабилитировать Ивана Грозного но в данном случае они просто смешны с исторической точки зрения Грозный был конечно очень интересный человек очень талантливый человек очень умный человек очень яркий человек есть замечательная биография Грозного написанная замечательным историком Владимиром Борисовичем Кобриным вот там это очень все хорошо показано то есть есть что о нем сказать и кстати много было интересного и полезного для страны и про нем сделано но общий результат правления Грозного это абсолютное разорение страны эта война которая шла 25 лет ничего не дала наоборот даже то что было до этого потеряли только разорила страну но я не говорю про опричину про пытки про ужасы про формирование диктаторского правления в стране про разорение которое привело к закрепощению крестьян потому что то как Грозный разорил страну затем вынудило и его и Годунова который правил потом закрепощать крестьян крестьяне убегали от голода от своих помещиков от опричников значит их надо было закрепить в тот момент когда в Европе крестьяне всюду освобождаются в России их закрепощают и это во многом виногрозно поэтому ну опять же можно говорить все что угодно и Ленин опять тоже не вызывает у меня никаких симпатий но довольно сильно было распространено сейчас как-то мне кажется меньше а вот еще в перестройку и до этого такая идея что значит Ленин был хороший а потом пришел Сталин и все испортил но мы знаем такое количество писем до Ленина распоряжений о том как надо расстреливать о том как город Ярославль практически смели с лица земли пушками мы знаем его жажду власти невероятную мы знаем что скажем лагерь в Соловках был уже при Ленине поэтому я не стала бы обольщаться да при Ленине еще не было НКВД вот с таким масштабом пыток не было гулага ЧК уже был и много всего другого было и Романовых расстреляли и военный коммунизм был и ужасов было такое количество поэтому вот все эти три персонажа они очень разные Грозный, Ленин, Сталин ну в общем вот для меня они все на таком черном краю исторических личностей Тамара Анатольевна интересно что-то найти знаете как Станиславский говорил хочешь сыграть злого ищи где он добрый это всегда любопытно но я бы не стала этим увлекаться Тамара Анатольевна мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу пожалуйста оставайтесь с нами не отключайтесь мы через пару минут вернемся мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция Народная волна Чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе США ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер мы продолжаем беседу с российским историком блогером, радиоведущим заслуженной учительницей Российской Федерации Тамарой Эдельман Тамара Натановна да вы с нами да Тамара Натановна такой вопрос недавно буквально вот на днях президент Путина открыл памятник Александру Третьему неоднозначному правителю России в конце 19 века известно что при нем началось черносотенное движение но при этом многие утверждают что это было такое затишье да такая тишина в обществе общество развивалось и сам и сам Александр Третий которому приписывают высказывание что значит нельзя все время в этом котле бушующим значит завертывать это это когда-нибудь сорвет крышку котла как вы вообще относитесь к личности Александра Третьего и была ли эта личность мощная слабая какое влияние оказал на развитие России ну вы знаете Александр Третий конечно был сильный человек особенно это видно на фоне его слабого слабовольного несчастного сына Николая Второго он был сильный такой здоровый мужик решительный принимал решения все верно при этом ну вот когда я училась скажем в школе в университете отношение к нему было однозначно отрицательным всегда упиралась на то что он был пьяница но есть воспоминания там его начальника охраны как они прятали от царицы флягу с коньяком в сапоге а она только уйдет они значит напьются что правда кстати он действительно был пьяница потом маятник качнулся в другую сторону но теперь объясняют что он чуть ли не святой какая у него семья была прекрасная какой он был замечательный как он Россию любил что тоже правда но мне кажется что и то и то это не вся правда а есть очень много других нюансов для начала да действительно вот эти годы правления Александра Третьего с 1881 по 94 год 13 лет Россия не воевала было спокойное время развивалась экономика особенно промышленность много всего он начал карьеру выдающегося политического деятеля Сергея Юльчевитта который такую огромную роль сыграл в российской истории все верно в то же время не забудем конечно он пришел к власти в результате страшной трагедии после гибели его отца но он же зарубил реформы которые уже одобрил его отец которые могли бы очень сильно способствовать развитию России он же далеко не только то есть да он действительно покровительствовал чердакой черносотерной антисемитской политики безусловно вот дело даже не только в этом он в принципе вот я бы сказала так что при всех своих интересных качествах неплохих он породил на мой взгляд очень многие проблемы ну его правления очень многие проблемы которые потом будут расхлебывать его сын из-за которых он расплатится у нас такое ощущение вот 13 лет спокойного правления а потом пришел Николай второй и все понеслось в тартарары но при Александре третьем делались попытки помочь улучшить положение крестьян но они были настолько неэффективными что в результате сельское хозяйство оказалось в очень тяжелом положении и крестьяне которые до этого вообще обожали царя батюшку все больше и больше стали возмущаться он все при Александре третьем невероятно все больше угнетали не только евреев а все не православное население империи а это очень много кто это и католики и мусульмане и евреи вот православное основание империи власти в империи резко усилилось и конечно это подтолкнуло людей самых разных народов к революции в чем потом их будут обвинять революционеров что они мол все не русские не все но конечно было очень много представителей самых разных наций и вот эти проблемы были заложены при Александре который уменьшал количество крошечная эта свобода которая была при Александре втором Александр третий ее уменьшал так что ну вот как человек он был не так уж плохо как правитель он у меня очень большие сомнения вызывает Тамара Натальевна а в 2018 году вышла ваша книга как работает пропаганда к сожалению я и геннадий мы эту книгу не читали видимо это такая литературная как сказать достать невозможно будем так говорить бестселлер бестселлер да у меня такой вопрос есть фильм Александр Невский великого Эйденштейна и Иван Грозный первая часть фильмы конца сороковых годов когда снимали Михаил Рома про полководцев ну вот такого исторического плана а есть фильм Андрея Тарковского Андрей Рублев на ваш взгляд что важнее и лучше все таки смотреть более такой как сказать серьезные и исторически может быть выверенный фильм Андрей Рублев может быть не без как говорится натяжек да или все таки смотреть такие как бы кинобестселлер кинобестселлер иначе тоже классно сняты просто Александр Невский с великим Черкасовым понятно по порядку по первых хочу сказать что есть электронная библиотека букмейт где есть моя книга где можно ее легко прочитать и даже там есть аудиокнига мной же прочитанная в моей книге как работает пропаганда так что у вас еще есть шанс спасибо вот что касается фильмов ну понимаете фильм Александр Невский я бы не назвала бестселлером фильм Александр Невский это великое произведение кинематографа другое дело конечно он совершенно идеологичен там все переврано с исторической точки зрения но он это совершенно гениальный фильм не устаревший абсолютно потрясающе снятый точно так же как Иван Грозный того же Эйзенштейна даже первая серия ну вторая серия потрясает совершенно своей гениальностью первая серия где он так старается показать такого хорошего Грозного она с точки зрения кинематографа удивительно как там все снято какая музыка как играют актеры с точки зрения истории бред ну то есть там многие исторические события показаны вполне адекватно но сама концепция и там придумана куча разных фактов в концепции это фильм фильм у Андрея Рублев тоже есть очень много претензий у историков и когда Тарковский снимал мы знаем сегодня что вообще-то этот фильм должен был называться страсти по Андрею и он конечно снимал не о художнике 14 начало 15 века он снимал о себе о творческих муках человека 20 века и поэтому там скажем у искусствоведов у специалистов по Рублеву есть очень много претензий к фильму Тарковского ну и что я думаю что имеет смысл если мы хотим смотреть в кино не как историки наверное для историков интересны все даже самые примитивные пропагандистские фильмы ну как как документы эпохи что-то что-нибудь такое да мы можем смотреть фильмы сталинской эпохи чтобы посмотреть понять как в них изображалась советская действительность выявить в них пропаганду и так далее если мы хотим посмотреть кино как искусство то наверное надо выбирать прежде всего по мастерству художника и тогда Эйзенштейн и Тарковский будут наверное в одними из первых в этом списке Тамара Натановна у прекрасного историка Натана Эдельмана есть труды книги мой девятнадцатый век мой восемнадцатый век только не мой а твой а твой я извиняюсь спасибо что вы подкорректировали меня такой вопрос а что бы Натан Эдельман сказал о сегодняшней России о сегодняшнем времени как вы думаете вы знаете это трудно сказать естественно много мы бы видели как часто меняются люди с годами но я уверена что ему не нравился сегодняшний режим что он никогда не сказал бы что Крым наш что он никогда не признал бы фальшивые выборы что что ему он никогда не стал бы воспевать Путина я думаю что он бы оценивал происходящий как историк и много бы ему мог бы сказать о том как разве находил бы параллели искал бы какие-то пружины которые события развивают но я думаю что нынешний подлый и кровавый режим не вызывал у него никакой симпатии там там вот продолжая как бы эту тему немножко в другом ключе один из самых интересных периодов в истории советского союза это конец восьмидесятых годов так называемая перестройка ну если вспомнить еще шестьдесятые годы вам это более как бы это известно чем нам потому что мы мы в шестьдесятые годы не жили только по рассказам родителей можем судить вот конец восьмидесятых годов а казалось бы мы идем в европу мы идем такими темпами как сказать свободными свободными развиваемся от много книг интересных фильмов и так далее и так далее а потом тяжелые девяностые годы и потом откат отрезки откат в эту систему о чем вы сейчас говорили система коррупции система диктаторства вот этих всех за слежка за будем так говорить за оппозиции и так далее почему все таки это произошел этот откат ну знаете очень трудно сегодня про это говорить потому что очень трудно оценивать систему находясь внутри нее это еще эта история еще только творится поэтому я не берусь естественно судить там полностью но как мне представляется что вот это стало возможным потому что перемены конца восьмидесятых начала девяностых были недостаточно радикальными потому что не была проведена люстрация которая как мне кажется очень важна не были вычищены не были распущены силовые структуры КГБ ну переименовали в ФСБ а что толку это остались те же люди те же структуры те же тот же способ мышления и это даже касается не только КГБ вот я вижу органы управления образованием они в 90-е годы просто сидели потише эти тетки а теперь опять развернулись потому что остались остались все те же бюрократические наросты их никто не убирал по-настоящему и поэтому сегодня происходит такой вот печальный откат но хочется верить что еще у нас все впереди Тамара Антоновна у вас великая профессия учитель как вы оцениваете сегодняшнюю молодежь ну например мы с братом примерно понимаем какая молодежь в США у нас дети учатся в школах поэтому мы как бы это видим но все таки вот мы не знаем какая сегодня молодежь российская можно ли ее сравнить с советской в чем отличие да 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 вот как бы вы знаете мне очень нравится современная молодежь естественно тоже дети как мы знаем и дети и юноши бывают очень разные и естественно в молодом поколении можно найти и подлецов и бандитов и там кого угодно но я вижу такое количество замечательных ребят и с одной стороны мне очень часто задают вопросы там а вот как дети изменились по сравнению с тем когда вы начинали преподавать ну в чем то они остались такими же детьми какими и были там подростками с теми же проблемами с теми же хорошими и плохими качествами но сегодняшнее молодое поколение оно все таки куда более свободное чем ну там скажем я уже не говорю даже про мое поколение даже чем поколение восьмидесятых они выросли в других обстоятельствах и то скажем сколько сегодня ребята которые выходят на митинги которые продолжают бороться в ужасных невероятно тяжелых обстоятельствах те кто ну я знаю там скажем среди моих выпускников есть те кто юристы которые занимаются помощью задержанным заключенным которые защищают права человека есть замечательные учителя в моей же школе скажем очень много выпускников которые пришли работать учителями есть просто прекрасные хорошие люди профессионалы и что то я верю молодое поколение нынешнее мне кажется что она нас не подведет а тамара на танна а вот а история делают личности исторические личности а михаил горбачев на ваш взгляд а историческая личность я понимаю что нельзя говорить плюс-минус ну вот просто ваше отношение а михаилу сергеевичу горбачеву ну вы знаете она сильно менялась это вот к вопросу о том как как мы относимся в разное время когда началась перестройка я была в восторге того что он делал потом как наверное многие я очень сильно в нем разочаровалась он мне казался болтуном бессмысленным человеком который только тормозит реформы сегодня я отношусь к нему скажем теплее чем в начале 90-х потому что сегодня я уже я понимаю наверное он я думаю что если бы он знал чем все дело кончится то он бы не начинал перестройку потому что он конечно не хотел менять режим когда все начиналось он хотел его немножечко подправить и думал что все будет хорошо потом события вышли из его из под его контроля но все равно я благодарна ему за то что он начал перестройку за то что за то что он дал нам всем подышать свободой потом ну да много сделал такого что мне не нравится все равно спасибо ему сегодня в общем я скорее положительно к нему отношусь Тамара Антоновна есть такая расхожая фраза невыученные уроки истории а либеральная часть россии считает развал советского союза благом а консервативная часть россии и очень сожалеет о падении советского союза как империи как преемница российской империи каково ваше отношение вот вы живете все таки внутри россии вот каково ваше отношение к этому вопросу знаете я думаю что это было неизбежно империя жила свое и не только советская империя да югославская империя отжила свое колониальные империи в 20 веке отжили свое советский союз был обречен на то чтобы развалиться спасибо Борису Николаевичу Ельцину за то что советский союз развалился с малым количеством крови вот не так как югославия которая утонула в крови и понимаете можно сегодня да вспоминать как здорово можно было там не знаю сесть в самолет полететь в Тбилиси в Ереван в Вильнюс там в Крым и все это была одна страна и в этом были свои плюсы дружба народов была фальшивой угнетение народов было очень сильным и я думаю что это надо понимать как данность империя развалилась и нравится это кому-то не нравится вот все эти обломки империи мы теперь должны строить новые отношения иначе что иначе война надо устраивать совершенно новые связи так что я к этому отношусь как к истории этого не могло не произойти Тамара Антоновна вы заслуженный учитель Российской Федерации много лет преподавали довольны ли вы учебниками истории есть ли у вас какие-то претензии можно ли было эти учебники сделать интереснее познавательнее и правдивее если они не правдивы на ваш взгляд я не довольна учебниками истории и главная претензия к учебникам истории это то что они скучные вот понимаете вранья там нет там может быть есть что-то что теперь умалчивается там скажем про сталинские репрессии вот столечко совсем немножечко сейчас очевидно начнут писать скажем что пакт Риббентропа Молотова это выдающееся достижение советской дипломатии пока так не пишут не написано прямо в учебниках да какие-то акценты там я бы сместила по-другому но главное нет а главное невероятная такая тоска вот этих текстов которые предполагаются что дети просто должны прочитать и запомнить учебник должен развивать мысль там должны быть яркие рассказы о ярких личностях там должны быть тексты как-то дети анализируют и размышляют над ними и мне очень не нравятся современные учебники и очень грустно что они такие тамарантана задам вам несколько вопросов а вы коротко ответите выбор просто сделаете а павел первый или николай первый николай николай я знаю что они оба сложные но все-таки николай да а черчилль или рузвельт черти какого цвета капризная дама истории она блондинка или брюнетка она в шляпке не знаю ответ ответ принимается очень хороший ответ а тамарна там не так много времени остается буквально две минуты но довольно важный вопрос российские архивы почему так на ваш взгляд тяжело они открываются практически не открывается в чем проблема и откроется ли они когда-нибудь больше доступ для людей или для когда изменится общая обстановка то откроются и архивы ну есть архивы открытые есть архивы там скажем по российской истории благодаря скажем директору архива российского Сергея Владимировича Мироненко огромное количество документов было введено в доступ и был открыт доступ для исследователей и так далее с архивами по двадцатому веку с архивами НКВД что особенно болезненно здесь большие проблемы конечно и доступ к ним практически перекрыт ну будем надеяться что когда-то это изменится пока с этим плоховато тамаром там последний вопрос мы должны заканчивать история судит или все-таки учит не судит и не учит история исследует прошлое а судит и учат люди используя исторический материал еще еще буквально пару секунд не хочется с вами расставаться а тамаром там на вот а если бы вы рекомендовали нам или нашим детям или еще кому-то читать книги по истории кого бы вы наиболее рекомендовали и в художественном плане и в таком популяризированном плане мы говорим про российскую да про российскую историю в художественном плане наверное Пушкин Александра Сергеевича и как историка и как автора исторических произведений замечательных потому что Пушкин был прекрасный историк и даже в его художественных произведениях Капитанская дочка Медный всадник Полтава там столько есть над чем подумать а у него еще есть исторические просто научно-популярные если мы говорим о нашем времени ну что может быть лучше романов об Расти Петровиче фондориане Бориса Акунина это наверное лучше для тех самых интересных историй девятнадцатого века в таком ну вот билетаризированном да надо конечно идти к Акунину Тамара Антановна огромное вам спасибо за это интервью было очень интересно большое вам спасибо мы вам желаем здоровья бодрости оптимизма и всего самого лучшего и хорошего лета и хорошего лета спасибо большое привет всем слушателям привет моим родственникам из Чикаго спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон»